Приветствую вас в очередном уроке видеокурса анимации с нуля в adobe h-animate и в этом уроке мы продолжаем работать с видеофайлами и в данном видеоуроке я хочу вам показать как внедрять видеоролики напрямую с youtube сервиса да этот вариант мне более предпочтителен потому что сами ролики как в первом случае заливать вот так вот на сайт не очень хорошо потому что они тяжелые за счет них сайт будет уже тяжелее грузится а если у вас много роликов планируется на страничке то здесь уже не вариант использовать видеофайлы внедренные в код наши странички как мы делали вот в первом варианте да и на помощь нам идет специальный код который позволяет вставлять ролики с youtube и да соответственно тут нагрузки уже никакой нет все эти ролики да если начнут люди проигрывать с вашей страницы нагрузку идет уже на сам сервис youtube и давайте я вам покажу как внедрять ролик с youtube и на нашем первом примере как мы делали в прошлом уроке только место видеофайла я покажу как я вставлю видео с youtube и да я сейчас нахожусь в том же проекте зашел в символ там где у нас видеофайл отсюда мы его просто удаляем для того чтобы видео с youtube встала нам нужен сделать некий контейнер для этого мы берем rectangle и с вами рисуем такого же размера да как у нас вот этот монитор цвет его здесь не важен этот цвет будет все равно не будет виден да и ректанда у меня создался наверху и мы переносим его в группу также располагаем место нашего видео файла идем в папку с уроком я вам там предоставил вот такой маленький код целиком его аккуратненько копируем за счет этого кода у нас будет возможность отображать видеоролики с youtube и находясь здесь же у нас вот есть этот символ кликаем по нему и напротив фигурных скобках open action и выбираем вот этот первый пункт кликаем вставляем сюда код и здесь нам нужно будет кое-что настроить пока закроем так как у нас контейнером для видео является rectangle смотрите он называется rectangle идем наш код и вот здесь вот в кавычках нам нужно прописать точное название нашего контейнера у меня есть rectangle 3 поэтому мы просто тройку убираем у нас еще имеется здесь такие параметры ширина и высота там нужно указать ширину и высоту нашего контейнера выделяем контейнер смотрим вот сюда в боковую панель 441 на 243 прописываем здесь аккуратно не удалив одиночные кавычки и у нас практически уже все готово единственным осталось вот здесь вот указать ссылку вот между вот этих одиночных кавычек переходим в youtube и я вам покажу где нужно выбрать оттуда правильно ссылку и так я нахожусь в youtube верхняя вот эта ссылка которая идет в браузере мы ее не трогаем с ней не будет работать нам нужно ниже ролика прокрутить нажимаем поделиться потом html код и вот здесь аккуратненько ищем ссылку где у нас с к srk равенство и двоеточие да вот отсюда мы начинаем копировать нашу ссылку и наша ссылка заканчивается везде rl равенство 0 дальше вот это идет параметры и вот это все мы не трогаем если вы что-то еще тут зацепите также ролик не будет отображаться поэтому здесь аккуратненько берем ссылочку до rl равенство 0 копируем ее и находясь нашей программе там же где srk между одинокий кавычек мы вставляем нашу ссылку все закрываем и давайте контур enter посмотрим что у нас получается браузере итак браузере кликаем на кнопку видео у нас уже с вами хорошо встало видно что у нас идет play от видеоролика с youtube а единственное у нас тут стоит видите вокруг это у нас рамочка идем в символ заходим в код вот здесь где написано from border стоит 5 ставим там 0 это у нас рамка все рамки нет единственное осталось внизу границы чуть-чуть наверху это у нас просто неровно выровнен наш rectangle и смотрите какая ситуация видно кнопка да но мы никак не можем на нее нажать вот если только здесь в углу я смогу проиграть ролик да у нас все работает здесь у нас не прокатит вот этот вот блик если только мы его еще ужмем вот здесь он просто перекрывает нашу кнопку play то есть либо мы прощаемся с этим бликом то есть мы его удаляем либо мы его как-нибудь аккуратно поджимаем чтобы он нам не перекрывал кнопку вот сейчас все нормально можно оставить блик просто вы видели да я его вот здесь вот поджал не забываем после каждого изменения нажимать контур enter а не просто обновлять браузер иначе изменения вы можете не увидеть и видите у нас сейчас и ролик стал хорошо play есть вот таким вот образом вот так вот все легко можно делать ролики с ютуба и также здесь все работает можно делать на весь экран с этим примером и закончили и сейчас я вам хочу показать другой пример на основе вот этого кода с видеороликом да и у меня уже в одном месте сразу три ролика но это просто я решил сделать такой вот картинка сзади дерево три значка youtube то есть если я обновляю они вот так всплывают и пульсирует немножко да и по клику по каждому ролику смотрите как красиво всплывает вот так вот ролик с ютуба вы можете здесь проиграть и появляется здесь кнопочка закрыть в углу мы закрываем и две другие кнопки сделаны абсолютно тем же способом да только я тут разместил другие видеоролики давайте рассмотрим как я это сделал создаем новый проект 917 на 606 в папке с дополнительными материалами берем картиночки отключаем пока другие слои наш фон он перемещаем его в самый низ выравниваем дальше слово древо знания размещаем где-нибудь наверху и значок youtube сначала уменьшаем такого размера который вам нравится как он здесь больше подойдет и у нас там три кнопки да как делал дубликаты вы умеете я покажу пример на одной кнопки а для вас будет домашнее задание сделать за мной то же самое и потом сделать вторую вот где-нибудь здесь и третью кнопку без моей помощи у вас не должно составить этого труда потому что эти кнопки другие они абсолютно идентичные только имеют разные ссылки на youtube да и а соответственно остальное все здесь идет по принципу итак давайте начнем первое на первое разместив кнопочку там где вы хотите чтобы она была мы заключаем ее в символ называем например кнопка окей заходим в символ сразу давайте зададим ей анимацию она у нас при включении при появлении в браузере вот вообще все картины она у нас появляется из ниоткуда отключаем анимацию выделяем ее transform здесь ставим 0 включаем анимацию берем какой-нибудь эффект и теперь мы ставим 100 она у нас так появилась и через какое-то время там у нас есть пульсация берем опять пин двигаем ползунок ставим например 90 копируем анимацию зановка ставим в конец анимации и вставляем скопированную анимацию и сразу ее переворачиваем единственное что выделяем вот по макушке все анимацию здесь мы меняем эффект на обычный вот и тогда у нас она плавно будет двигаться соответственно как зацикливать вы должны уже это знать в конце анимации так сначала ставим label например один в триггере ставим играть с первого с первого лейбл на так давайте контур энтер посмотрим все ли у нас сделано правильно и у нас с все нормально кнопка появилась и она у нас пульсирует теперь давайте наши кнопки сразу выставим пальчик теперь делаем также контейнер для видеоролика до если вы хотите чтобы ролик открывался также как моем примере вот так вот вот таким большим то сразу вы выставляете такой размер как вы хотите чтобы он открывался сразу его выше всех вешаем вот и конвектируем сразу символ назовем его видео просто для примера и так заходим видео берем тот же наш код youtube все делаем то же самое вот не забываем здесь между кавычка rectangle 3 там у нас просто rectangle да так добавляем теперь очень важно размеры вот здесь и соответственно вы помните надо сюда ссылку да но я оставлю свою смотрим размеры rectangle выделяем 852 на 452 и меняем это здесь и теперь важный момент у нас это видео будет работать по нажатию кнопки да но здесь просто стопа мы не обойдемся если у вас будет много роликов они будут лежать друг на друге то здесь будет немножко другая конструкция сейчас вы увидите ее для начала включаем анимацию выделяем наш rectangle и здесь ставим 0 то есть по задумке у нас она выскакивает из середины до теперь на нулевом кадре в самом начале мы ставим не стоп а вот есть такое здесь хайд нажимаем хайт хайт это значит скрыть и два раза сюда кликаем то есть мы сначала скрываем то есть он не просто здесь не видим а его за счет этой конструкции этот хайт его вообще нет то есть так и нужно делать чтобы у нас все работал хорошо чуть-чуть отступаем и ставим теперь только стоп так но если у нас стоит хайт нам тут ничего не поможет он никогда не включится если мы не теперь не нажмем show туда же идем хайт только вторая кнопка show то есть показать и двойным кликом кликом вот таким образом закрываем вот такая вот конструкция и напротив уже шоу мы ставим какой-нибудь лейбл главное запомнить что тут поставили все у нас стоит как бы начало запуска и теперь нам нужно прописать анимацию выделяем rectangle включаем анимацию выбираем какой-нибудь эффект двигаем наш ползунок и ставим transform теперь 100 у нас вот так вот выезжает наш rectangle да и в конце не забываем также ставим стоп то есть следующие кнопки которые вы будете делать в домашнем задании да не забываем вот все то же самое вы делаете как сейчас я делаю для первой кнопки только вы меняете лейблы разные да и для кнопочек соответственно прописывайте вот эти разные пути все закрываем у нас сейчас по идее не должно ничего включаться если мы перейдем в браузер у нас с вами ничего не происходит да мы должны теперь вот этой кнопки youtube сказать открой нам наше видео у нас лейбл 8 помним да теперь идем кнопка выделяем напротив open action действие по клику playback play stage и здесь мы выделяем двойным щелчком видео символ и там где у нас play мы ставим играй с 8 лейбла контур enter посмотрим что у нас получилось и мы переходим в браузер и смотрим я кликаю по кнопке youtube и у нас вот таким эффектом выскакивает ролик все у нас получилось нажимаем play все работает но теперь нам нужно вот здесь в углу как в примере сделать вот такую кнопочку закрыть до выходим из символа можете здесь взять картиночку с крестичком либо просто можете взять здесь в уголочке текст поставить просто x увеличить его и соответственно подвигать его немножечко так все крестик у нас готов будьте внимательны чтобы он был выше вашего видео потому что если вы его захотите разместить прямо на вашем видео где-то в углу чтобы по нему можно было кликнуть да он должен быть выше вашего видео символа конвертируем теперь в символ наш наш вот этот x и в самом начале его не должно быть видно да поэтому мы заходим символ делом точно такую же конструкцию берем триггер ставим хайт потом ставим стоп а теперь ставим шоу на этом кадре можно его поставить ему лейбл выключаем пока анимацию здесь можно просто поставить off а а вот здесь вот где шоу поставить он и в конце ставим стоп все запомнили у нас лейбл что включить его 10 выходим из символа наша кнопка заходе в нее она также активирует по клику этот close playback play stage и наш close это символ 1 и здесь там 10 это у нас включает close а теперь сама close она должна закрывать наш rectangle и должна закрывать еще саму себя напротив символ заходим к ней open action событие клик и здесь берем playback stop stage видео скобках ставим 0 то есть стоп на нулевой кадр ниже опять playback stop stage и она должна закрыть саму себя это у нас символ 1 и то же самое здесь 0 по сути у нас уже все готово давайте counter enter чтобы убедиться в этом обновил я страницу смотрим вот пожалуйста у нас появился крестик появился видео видео у нас играет пробуем нажать на крестик у нас скрылась и видео и крестик также здесь можно нашему крестику поставить пальчик и в принципе нас уже все готово здесь немножко не тот эффект можно сделать чтобы он побыстрее открывался вот теперь у нас тут пальчик все на этом урок окончен домашнее задание вы знаете пробуйте делать вторую третью кнопку без меня ставьте различные на нее ролики желаю вам удачи и увидимся в следующем уроке и и и и и и и и